вы не поверите дорога же она вот идет и вот сюда едет тачка в сторону дюкова вот так ставится до дюкова тут кабаны блин вот наши ворота которые нам идти на дюкова складывай палки чтобы нам идти там ими не греметь ты готов там как говорится настоящий лес без всего хочу написано на той берегите лес от пожара да дорожка стрёмная врать не буду нет я смотрю что тут тоже кто-то недавно проезжал слушай она не туда идет там показано что дорога вон там должна а это идет куда-то сюда нездоровых не не может конечно дорога сейчас повернет туда пойдем да у нас должен труд быть если не будет труда значит мы идем куда-то не туда вот здесь вот это лес я в таком лесу то никогда не был как тебе не стрёмно пока светло то да ну слушай дорога явно не то хотя вот она начала поворачивать туда куда должно будет посмотреть здесь какой трэш такая оранжевая глиняная грязь прочувствуйте атмосферу леса причем реально не чего-то там а вообще уже скачу слушай ладно сейчас вон за те березы выходим дальше смотрим карту если что-то не так то придется вернуться назад потому что я не пойду по дороге которой нету на спутнике а мы уже явно не по ней идем может мы не дошли чуть-чуть а вон там должна быть а там нету ничего посмотрели по карте идем мы правильно в том направлении но по какой-то наезженной новой дороге потому что то дорога должна быть вон там вот мы походу на нее и выходят у нас должен быть справа от нас сейчас пруд если мы найдем пруд то мы идем верно так главное не съехать в лужу так сынок вот поляна надо кофту одевать меня опять эти жрут так ладно вот нашла 100 дорога а то уж я думал нам так и придется лезть и через те дебри был конечно интересно ну его нафиг да серёг так здесь все равно тоже громко не кричи потому что сам понимаешь здесь уже не олени остров на смотри следы наверное кто-то ездил селезнему сторожку по этой дороге в нее тоже можно попасть не всегда там объезжать как всегда опять болото ну все ладно включимся когда будет что-то интересно мы нашли этот пруд это оказалось вырытая зона для пожарников точнее правильнее сказать для пожарной охраны леса ну вот нам где-то от этого пруда я предполагаю километров пять топать что мы и собираемся сделать и идти нам через вот такой сплошной густой лес короче блять смотри это рытое блять стремно согласись да уж и 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 Ух ты, хрен пойми, чё это за бельгийская лошадь, блин, стоп! Блядь! Вот, это... Казалось. Причём, смотри... Это повсюду. Вы, там, эти следы такие, полу-свежие. Да! Если что-то свежий, будет какой-то, как сказать, полу-жёлтый, а то там будет только частичный жёлтый. Здесь он... Тихо. Тихо Ты слышишь? Слышится Тошно, это не хрюканье Тихо Стой здесь Тихо 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 Я проверять не буду. Уходим быстро и тихо, так же ребята, Дюкова снова обломилась, все бы, ничего, будь у нас гранатомет, а так ну его нафиг. Блин, каких-то опять 5 километров не дошли, чуть-чуть не осталось, пиздец, блядь, лежать, не, ну, блядь, я их, вон они шли, носом рыли, блядь, я думаю, меня все поймут, что никто бы в здравом уме рисковать бы не стал, а я еще не настолько ебанулся, чтоб, блядь, следы еще кабанов не высохли. Вон там, смотри, блядь, вон там, ё-моё, их же видно, маленькие копыта, и здорово, и валим отсюда. И валим очень тихо. Они как будто вон оттуда, откуда-то шли. Ну, они точно шли, у тебя на щеке сидит, да-да-да, они точно шли, не это, ну, не с нашей стороны, иначе мы бы их видели. Я не знаю, что сказать. Вот уже который раз мы туда не можем пройти. Так что, ребята, уж извините, шоу Дюкова снова отменилось. Это, блин, жесть. Ну, ладно. Ну, ты, надеюсь, не жалеешь, да, что мы не пошли искать кабанов, ли? Да, ну, ладно. Ладно, ладно. Мы сейчас зайдём за ворота в Оленье остров, и там уже будем рассказывать. Обидно, правильно Сергей говорит, не дошли опять каких-то 5 километров из-за кабанов, блин. Значит, поедем через селезнюю сторожку на велосипедах. Там гарантированно доедем. Раз там бабушки с дедами ходят по той дороге, значит, там безопасно. Всё обломилось, короче. Не, ну, а с другой стороны, слышь, в Веретьево нам делать тоже нечего. Просто нам идти что через Ивановскую, что через Веретьево одинаково. Разница в такси. Из Ряхова дешевле. Да, разница в цене на такси. Всё. Из Ряхова дешевле. Ладно. Может, что-то ещё по дороге снимем. Но уже не знаем. Как говорится, в той стороне всё снято. Сейчас я тебе всё сниму, а ты потом посмотришь. Давай их сначала. Тут вообще два сразу. Я уже представляю, сколько здесь. Нет, ты не представляешь. Штук десять как минимум на спине. Стой. Да. Вот такие они. Вот она, мразь, ползёт. Поворачивайся ещё раз. Чё это пиздец? Они в надежде пожрать. Вы не поверите. Вот мы сейчас вышли, да? Снимали с себя этих лосиных мух. Дорога же она вот идёт. И вон туда. Это мы заходили вон здесь. Едет тачка в сторону Дюкова. Я херею. Мы бы могли там вот так встать. Да Дюкова! А то тут кабаны, блин. Ты слышишь, эхо какое? О! Круто, да? Ага. Это вот так на болоте эхо. Я в шоке! Вот правильно Серёга сказал. Скажи, что ты сказал. Как будто не пускают нас туда. Вот реально, я уже не знаю. Блин. Я ещё шёл, тебе говорил, блин, хоть бы машина поехала туда. Ты представляешь? То есть там получается, седневную сторожку проезжаешь, дорога нормальная, нормальная. И в лес заезжаешь, там вот в точности такой же песок. И сколько километров, он не знаю. Но бабушка с дедом мне тогда сказали, что с того места осталось 5 километров. Так что, снова эта цифра 5. Надо было завтра идти. Завтра бы получилось. Вот так вот. Потому что я сегодня, по идее, должен был работать. И если бы я работал, то я бы пошёл завтра. А мы тут на радостях, что, а, всё, блин, внезапный выходной. Вот пошли. И видите, как нарвались на кабанов, блин. Но всё-таки это хрюкало там, где-то далеко кабанчик, мне кажется. Я не уверен, конечно, что они хрюкают, но было похоже, как вот поросята хрюкают. Вот такой звук. В общем, характерны свиньи. Ну, а ты чё думаешь по этому поводу? Обидно вышло. А чё обидно? Да в целом всё. Я рассчитывал на то, что мы наконец-таки туда придём, и ты больше не будешь меня этим задалбливать днями напролёт дюкалом. Ну, и зато посмотреть, что там происходит вообще в этом дюкалу. А то, может, там уже дома давно нет, а мы туда всё ходим. Хотим, хотим. Ну, надеюсь, что он есть. Вот называется, блин, упрел в походе. Все лосиные мухи на тебя сели, потому что они посчитали, что ты вкуснее из-за того, что пахнешь больше. А мне их теперь выковыривать приходится. Да ладно? Ничего страшного. Понятно, что могло быть и лучше, но хотя бы так. Лучше, чем вообще ужасно. Жаль, конечно, не получилось попасть в Дюково, но, по крайней мере, нас не надели кабаны на бивни. Это уже хорошо, в принципе. Да, очень хорошо. Ладно, всем пока. Увидимся в следующем видео. Увидимся когда-нибудь. Да. Да. Когда получится. Пойдем. Пойдем. Может, не побежит. А если его бежит? Ничего страшного. Слушай, он думает, что мы его не видим. Типа он дерево, да. Да не, не обращай внимания, мы тебя не видим. Даже не думай. Так шарахнулся. Ты не мог же подумать, что мы тебя заметили. Нет, мы не зашли. Как только ты ему скажешь, вот говоря, оленяки, что мы увидели, меня прикалывает. Он, самое главное, до последнего так стоял, типа, меня точно не видно, меня точно не видно. И все такой, они точно меня не видят. Не, ну он реально такой стоит, застыл, как дерево, да? Да, да, да. Даже ржачно. Типа его не видно. Не, я вообще угораю на это. Причем, такое это. Меня прикалывает, у них такое выражение морды в этот момент делается. Они такие, да, с траву едят, такие, да, таким. Таким. Как-то бежать. Убежали, мне лето ржачно. Это, блин, вообще веселые звери. Уморно.